Друзья, всем привет! На связи Александр Ильнюк, с вами команда ТВТ-эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня пятница и мы подводим итоги торговой недели. Интересного было не очень много, ведь неделя торговая была достаточно короткая, но все равно некоторые события произошли. Первое, мы видели резкий прокол по американскому доллару ниже области, где у нас как раз покупатели приложили усилия, учитывая то, что быстро откупили, то, что у нас красивая контратака произошла, но все равно остается фактом, что покупатели пропустили продавцов. То есть все-таки продавцам удалось пробиться ниже, значит особо сильного лимитного спроса там нет. Поэтому я считаю, что в ближайшее время нас ждет пробой этой области и дальнейший поход вниз. Когда это произойдет, посмотрим в ближайшее время, что будет нам давать открытый интерес и соточеты. Потому что пока что мы видим, что цена особо сильно не растет, открытый интерес снижается. Соответственно, он до этого подрастал на росте цены, а сейчас он падает, когда цена в боковом движении. Особо цена не падает, открытый интерес падает. Значит, лонги сокращают. Если фонды начали сокращать свои лонговые позиции, значит у нас давление будет продолжаться, и это может придавить цену пониже. Европейская валюта четко достигла обозначенной цели. То есть мы с вами говорили о том, что спекулятивный технический отскок, коррекция к области 1.09. И эту область четенько взяли и вернулись обратно. Да, по европейской валюте пока новых торговых идей нет. Мы видим, что на вот этом небольшом росте открытый интерес плавненько снижается. То есть он у нас рос на снижении цены, когда накапливали шортовые позиции. Сейчас он у нас плавно снижается. Это нормально. Тут главное, чтобы он очень сильно не падал. Потому что если открытый интерес сильно начнет снижаться, до экспирации еще достаточно далеко, то у нас цена может дальше двигаться вверх. Вот. Пока на текущий момент это просто коррекция, на которой кого-то поймали, кто сидел с не очень хорошей позицией. Вот. Соответственно, пока что все складывается в пользу того, что европейская валюта постоит, возможно, чуть еще снизится с целью сбора стоповой ликвидности где-то пониже, либо продолжение этой тенденции. Пока у нас открытый интерес достаточно высокий, то продолжение нисходящей тенденции более вероятны. Швейцарский франк ничего интересного не сделал. Мы видим, рост открытого интереса продолжается. Это все на падающей цене. С большей вероятностью вместе с европейской валютой швейцарец провалится пониже. Он не показал никакой восходящей динамики на этой неделе. Вот. Соответственно, давление лимитных продавцов суперсильное, потому что покупатели были, маркет-покупатели, цену при этом не подняли. Значит, лимитное сопротивление сильное. Значит, когда в рынке будет неблагоприятная конъюнктура, то цена будет проваливаться значительно быстрее. Да, так как здесь кто-то засел. Есть покупатели, которые здесь взяли, и у них где-то стопики пониже чуть-чуть. Да, и соответственно, как только цена будет триггерить эти стоп-уровни, это будет разгонять падение все ниже и быстрее. Окей. Дальше у нас австралийский доллар. По австралийскому доллару вижу смысл дальше держать до уровня и объема, пока здесь все складывается в пользу того, что эти уровни могут быть достигнуты. Мы видим, что в последнее время все больше продают в локальный максимум. Цена при этом не падает. Значит, лимитный спрос еще есть. Новозеландский доллар тоже четко достиг уровня объема за сентябрь 2023 года. Тенденция вверх продолжилась. Мы видим, что на росте цены открытый интерес дико начал прирастать. При этом все, достаточно много продают в максимум. Цена не падает. Кто-то лимитно принимает эти все продажи. Поэтому пока здесь все шансы на то, что после передышки цену продолжат дальше двигать вверх, возможно выше уровня объема за июнь 2023, сентябрь 2022 года. Пока и фонды накапливают лонговые позиции, и все трейдеры поддерживают эту тенденцию путем накопления лонговой позиции. И мы видим, что лимитные покупатели тоже принимают. Поэтому есть все шансы на продолжение этой тенденции, как по австралийцу, так и по новозеландцу. Канадский доллар. Здесь лонг приоритет по сот-индексу. Я рассчитывал на то, что будет пробой локальных максимумов, закрепление и дальше консервативно можно будет хорошо точечно зайти. И консервативно в том плане, что уже есть подтверждение разворота тенденции, и тогда уже заходить. Но пока этого не произошло, соответственно, у нас, как всегда, два сценария. Первый, либо накапливать частями эту позицию на снижении, либо дожидаться закрепления выше локального максимума, и дальше уже залетать в лонг чуть побольше, более уверенным объемом с риском как раз под локальный минимум. Мне, конечно, нравится вариант накапливать позицию на провалах, так как получается более выгодная средняя цена. Но как рынок даст, так и можно будет поступить. Лонг приоритет здесь присутствует. Дальше у нас британский фунт. По британцу мы видим, что фонды наращивают лонги. Раз. Мы видим, что все то, что продается в рынке, очень быстро откупается. Вот эти хвосты на дельтах, они означают, что много продали, а потом еще больше выкупили. Соответственно, здесь даже провалов цены особо не было. Какие-то попытки внутри дня опустить цену были, но это здоровое развитие восходящей тенденции. Дивергенция тоже у нас уже отрабатывается. То есть мы на текущий момент, цена уже выше этой области. Соответственно, я считаю, что разгон цены до уровня объема вот этого повыше 1.28.70 вполне вероятен. Есть смысл дальше держать позицию. Открытый интерес тоже растет. Японская иена. По японской иене здесь отрисован один из сценариев. В самом видео мы говорили о двух сценариях. То есть вот эта область, где у нас сильно поменялся открытый интерес по сотый индексам, раз, где у нас сильно поменялись позиции фондов и хеджеров, два, и больше всего проторговалась объема за вот эту неделю отчетную по сотый отчету. И дивергенция у нас крупная здесь была. Соответственно, эта область ключевая. Если цена находится ниже этой области, есть смысл рассматривать шорт приоритет. Если выше, есть смысл рассматривать лонг приоритет. Почему так? Попробуйте только себе представить ситуацию. Вот, к примеру, залетели вы в лонг по вот этой цене. И ваш друг зашел в шорт. Либо вы на одном счету лонга, на другом шорт. Неважно. Но лучше, чтобы друг зашел в шорт. Цена снижается. У вас появляется желание. Блин, ну так сильно снизилось. Есть смысл добрать. Вы начинаете покупать. И ваш друг смотрит. О, ну уже неплохо прошло. Пора бы и шорт частично закрыть. Он тоже начинает покупать. Закрытие шорта это покупка. Цена еще ниже уходит. Вы уже еще больше покупаете для усреднения. Ваш товарищ закрывает весь объем шортовый. Таким образом создается дефицит инструмента в рынке. Потому что и шорты закрываются, и лонгов много накапливается. Поэтому чаще всего после таких историй цену достаточно быстро возвращают. К вот этой дивергенции. К вот этой области, где у нас много произошло дисбаланса. Где в одну сторону, где много засадили объема. Вот. Поэтому пока цена ниже находится. До момента реализации предложения. Вот здесь. Когда мы увидим резкий спрос на минимумах. Большие объемы, ниже которых особо цена не двигается. Вот тогда мы можем говорить о том, что есть смысл поработать в лонг до вот этой области. А пока цена ниже, шорт приоритет. Представим, что на этой неделе вместо того, чтобы цена вот снизилась, произошел бы пробой. Та же самая история. Кто-то здесь, вот по этим ценам, залетел и в лонг и в шорт. Есть участники, которые зашли в лонг, есть которые в шорт. Соответственно, когда цена двигается дальше, вверх, у тех, у кого лонги, они начинают их фиксировать, продают. Те, кто открывал шорт позиции, они начинают добирать шорт позиции. Таким образом, создается двойное давление на цену. И в какой-то момент это давление приводит к снижению цены обратно к данной области. Да, поэтому пока ниже этой области работаем в шорт. Увидим крупные продажи в минимум, увидим крупные покупки выше этих продаж. Тогда будет смысл зайти на возврат к области. Нефть. Пока движение вверх готовится. Здесь все окей, ничего не поменялось. Золото. Есть смысл плавно наращивать шорт позицию. Здесь тоже план не поменялся. Пока только одна из точек входа себя отработала. Место, где у нас много до этого задавили. Где вот прям реакция произошла. Я считаю, что это отличная цена для того, чтобы начать шортовую позицию. Пшеничка. Тоже особо ничего интересного. Газ пока нет. Крипта. По поводу криптовалюты. Я считаю, что вот тайминг уже есть. То есть левередж уже потихонечку выходит. Все, что ниже отметки 51, уже некомфортно тем, кто накапливал долг. Соответственно, они потихонечку создают давление на цену ниже этой области 51. Там пока есть кому выкупать, но все равно. Притоки в ЕТФ сильно замедлились, если вообще отток еще не начался. Потому что у всех разные данные. Кому верить не понимаю. Но динамика движения у всех одинаковая. То есть в основном приток уменьшается. Два. Потом фондовые рынки. Тоже мы сейчас к ним подойдем. Но там есть негативный потенциальный сценарий, который тоже указывает на то, что толерантность к риску снижается. Три. Соответственно, я считаю, что просто в крипте в ближайшее время особо драйверов движения нет. В ближайших еще 2-3 недели. Это никак не означает, что будет супер глубокая коррекция и так дальше. Но я считаю, что сильно расти не будут. Это уже для меня достаточно, чтобы построить торговую идею, которая нацелена либо на снижение, либо на то, что не будет расти. Например, рассмотрите конструкцию опционную Short Combo. Она не требует супер большого обеспечения. Прям супер огромного. Ну просто плюс-минус как фьючерсная позиция с адекватными плечами. Имеет тот же профиль доходности, что и фьючерсная позиция, но имеет огромное преимущество в виде временного распада. Чем дольше вы в позиции, тем дольше цена не идет против вас, либо даже идет медленно, тем выгоднее вам. Так, по поводу крипто, да, я считаю, что особое движение вверх здесь 53-54, конечно, вот хотелось бы увидеть. Вот там бы я добрал позицию и дальше уже спокойно себе вот в этом диапазоне бы стояли. Газ пока ничего интересного. Серебро тоже. Здесь есть смысл накапливать линговую позицию. То есть, если мы рассмотрим золото против серебра, в целом динамику изменения цен, мы видим, что серебро сейчас перформит вниз более активно. То есть, золото вот как бы не обновляет вот этот минимум, а серебро уже обновило и прокатилось пониже. Соответственно, здесь есть смысл искать точку спреда. Ведь сезонная динамика серебра в феврале-марте сильно лучше. Поэтому здесь вот это неплохая торговая идея как раз поработать на сближение по этим двум инструментам. Где у нас начало месяца? Что у нас с начала месяца произошло? Вот у нас плюс-минус с начала месяца, да, но они не сильно пока разошлись. В принципе, здесь можно поменять. Посмотреть, что произошло. По другим спредам. Швейцарец против японской иены ничего сильно не происходит. Стоят там практически в боковике с нотками повышения. Так, по фондовому рынку, да, фондовый рынок. Хорошее снижение. После вот отчет об инфляции, там какой-то возврат. И дальше пятница задавили, понедельник, вторник задавили, среда давит. После закрытия отчет NVIDIA. Отчет отличнейший. Смотрим на более младшем таймфрейме. Это нам нужно пока убрать. Это я добавил просто так. Пока мы уберем. Оп, есть. Среда. Вот она среда. После закрытия у нас происходит отчет NVIDIA. Вот на минимумах. Дальше отчет положительный. Цену буквально 30-40 минут выталкивают выше локальных максимумов. На диких покупках. И посмотрите. Вот это очень офигенный пример контратаки покупателей. Весь день продают. Цена падает. Основные продажи приходятся в минимум. Под предыдущим минимумом. Много здесь продают. Цена особо сильно не проваливается уже. Дальше у нас приходит покупатель, который выкупает все больше, чем до этого продавали. Поднимает при этом цену выше локальных максимумов. То есть нет особого лимитного сопротивления. И это как раз и есть красивая контратака покупателей. Либо с этих отметок, либо после коррекции, ретеста этой области. Есть смысл залетать в покупки. Это красивый пример контратаки покупателя, где он перехватил инициативу. И на старших таймфреймах это все выглядит как пин-бар. С большим объемом в нижней части. В нижней части. С хорошим хвостиком по дельте. И здесь тоже пин-бар в дельте. Чаще всего это импульсная история. Такие ситуации достаточно редко происходят. И нам важно, чтобы основной объем был наторгован под предыдущим локальным минимумом. Ну имеется ввиду, что не где-то в максимум свечи. Нет, не вот так, кстати. Вот, да, это красивая контратака. Это эффект NVIDIA. NVIDIA читалась феноменально. Побила все ожидания. Она так сильно росла. И потом еще отчет очень красивый, очень крутой. AI-сектор. Все это двигается вверх. Вот, но очередь сократилась с 11 месяцев на поставку до 3, если я не ошибаюсь, или 4. Это либо они нашли вариант, как делать все сильно лучше, быстрее и так дальше. Либо что-то не так с количеством заказов. Я считаю, что этот эффект, он достаточно быстро выветрится, потому что основные драйверы, которые вот здесь формировали нарратив, они в силе. То есть инфляция растет, сильно не падает, точнее. Экономика достаточно сильна, рынок труда достаточно силен, чтобы ФРС еще не опускали ставки. И там потихонечку ожидания уже, в принципе, на второй квартал как бы не будем повышать. Возможно, в этом году вообще не будет понижений, понижений ставки. Посмотрим. Вот. И после минуток ФРС тоже такие же настроения были, почему в среду так проваливалось. Инвесторы посмотрели, что в целом как бы никто не готовится снижать процентные ставки достаточно быстро. Соответственно, и фондовый рынок тоже будет чувствовать себя не очень хорошо, ведь вся эта эйфория, она происходила на том, что вот в первом квартале уже будет снижение ставки, деньги потекут рекой в акции. Но этого не происходит. Соответственно, я считаю, что есть смысл, вот эта контратака отработала себя отлично, все супер, класс, спекулятивный вход. Окей. Но есть смысл рассматривать шортовые истории. Пока что. Ну, либо есть ли у вас другое мнение, если вы знаете, понимаете катализаторы, на котором фондовый рынок может двигаться дальше вверх, напишите, пожалуйста, в комментариях, либо в чатике под этим видео. Очень интересно будет рассмотреть, потому что я пока таких драйверов не нашел для себя. Рассел перформит хуже всех, он пока свою корреляцию показывает, свою динамику. Насдак не смог он установить новый локальный максимум. Видим, что достаточно много покупали в хай. Этот объем весь остался в максимум. Посмотрим, как сегодня будет торговаться. Ну, я считаю, что движение вверх достаточно ограничено. То есть, все-таки текущая ситуация в экономике, она будет поддавливать немного на все технологические компании в первую очередь. Соответственно, Насдак не будет уже так сильно перформить. И торговая идея поработать на сближение между S&P Насдаком и Расселом, она остается в силе. То есть, любой из этих индексов выбираем. Ждем момент, когда происходит обновление локального максимума. Рассел этого не делает. И есть смысл заходить на сближение и держать частично до схождения к одному стандартному отклонению. Либо уже полностью сближение по этим инструментам. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, было интересно, полезно. До встречи в понедельник. Да. В понедельник разберем, что интересного происходит в рынке. Проанализируем соцучет и посмотрим, как крипта пережила выходные. Всем счастливо.